Ну что, друзья, всем привет! Наконец-то посылки уже на месте. Как они мне были доставлены, это отдельная история, потому что с данной транспортной компанией пришлось очень сильно спорить и ругаться, покуда они мне доставили. В итоге пришлось забирать посылки самому, ехать за 70 километров, но это будет отдельная история. А сегодня я хотел вам показать распаковку бензопил, которые мне прислали на обзор и на тест в компанию FarmerTech. Это китайский производитель бензопила, а также комплектующих, кусторезов. Впрочем, о ней будем говорить в другом видео. Мне данная компания прислала на обзор две бензопилы, которые сегодня мы распакуем и будем в процессе их испытывать, потому что это совершенно новая бензопила для рынка Беларуси. И если, как заявлено производителям, запчасти идентичные оригинальным штилям, оригинальным кускварным, потому что данная компания производит бензопилы, аналоги тоже как штиля, так и кускварных. Поэтому будем разбираться, будем смотреть сегодня. И я хотел бы сегодня распаковать, наверное, аналог 250-го штиля. В данном случае это бензопила Хольцформа G255. Погнали! Что вообще было в комплектации с данными бензопилами, что с ними шло, я сейчас немного вам расскажу. Получается, сколько я сам лично пересмотрел обзоров на ютубе, то данные бензопилы поставляются без шины и без цепи. То есть это все нужно докупать отдельно. Ну, судя по тому, как это все показано было в обзорах, которые я смотрел. Мне компания выслала вместе данную бензопилу G255, она выслала вместе с шиной на 16 дюймов, тоже производство ихнего производства, шина Хольцформа и цепь. Точно так же ихнего производства. Коробка имеет вот такой вот фирменный логотип бензопилы Хольцформа для работы мужчин. И что хочу сказать первым делом, это то, что бензопила упакована просто отлично. То есть она в пути на 100% ничего с ней не случится, потому что вот полностью она со всех сторон выложена вот такими вот штуками, наполненным воздухом. Поэтому она точно не разобьется. И таких штук здесь очень много. Это я уже просто ее открывал, смотрел комплектацию. Подостаем эти штуки, они нам сегодня не нужны. У нас в коробке находится фирменная комби-канистра для смешивания топлива. Кстати, очень незаменимая вещь в лесу, я хочу сказать. И здесь также имеется на ней разметка. Сейчас немного приближу. Разметка, чтобы вы ничего не переборщили, либо не долили. Фирменный чехол для ключей. Там у нас находятся ключи еще в одной упаковочке. Сейчас мы их тоже достанем, покажем. Ключ-звездочка, отверточка для регулировок, ну и свечной ключ, и ключ для... отвертка для натяжения цепи. Но это еще не все. Еще плюс упор. Ну и, конечно же, сама бензотила. Чуть не забыл о самом главном. Инструкция. Правда, инструкция у нас на английском языке. Но вещь тоже очень полезная. И, конечно же, сама бензотила. Упакована она в фирменную... в фирменный пакет с логотипами. Все как положено. И сейчас мы ее достанем. Вот, собственно, вот так вот выглядит сама бензопила. Хочу сразу от себя добавить, что сколько обзоров я не пересмотрел, они все были показаны в синем цвете. Она идет в двух цветах производится. Это полностью синий цвет. и такой, как у меня, оранжевый с серым. Давайте, наверное, соберем ее и потом уже более подробно я о ней расскажу. Поэтому погнали собирать. Итак, мы начинаем сборку данной бензопилы. Доукомплектуем сейчас ее шиной цепью. Соберем все как положено и потом более подробно я вам о ней расскажу и покажу. Сказать честно, я сам никогда раньше не сталкивался даже с 250-ми штилями, потому что я работал в основном профессиональными бензопилами и поэтому я впервые вижу, ну, визуально я их видел в магазинах, но так вот вживую как-то не приходилось сталкиваться. Ну и, конечно же, проверим мы китайские цепи, потому что есть в китайских цепях такой вот небольшой грешок, что они под углом не хотят резать, хотя совершенно новые цепи, совершенно острые, то есть так они будут резать нормально, так будут резать нормально, а вот так не хотят. это мы тоже проверим, потому что ну, хочется надеяться, что в данном случае все же уже нормальные цепи начали делать, потому что с нынешними ценами, с нынешними ценами как-то не особо хочется покупать цепи по таким ценам, которые они сейчас, а эти стоят в два или в три раза дешевле. по-моему сама бензопила, вот я смотрел, даже сравнивал цены на профессиональную пилу, что штиль 361, он сейчас в Беларуси стоит около 3000 рублей белорусских, и сравнивал цену у нас в Беларуси на, что я отставил в сторонку, которую будем распаковывать позже, это G366, аналог 361 штиля, и он стоит в белорусских рублях около 900 рублей, то есть в три раза дешевле. Как заявляет завод-изготовитель бензопил Хольцформа, то все запчасти идентичны и полностью подходят с оригинала, то есть их можно комплектовать как оригинальными запчастями, либо наоборот, если у вас щитили и что-то сломается, можно комплектовать с запчастями бензопил Хольцформа. В цене они намного дешевле, а вот по поводу качества мы будем с вами разбираться, поэтому не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые видео, потому что таких обзоров, которые я задумал сделать, таких еще не делал никто, потому что в процессе, не буду говорить, что будет в процессе, лучше смотрите, потому что будет очень интересно, так как самому хочется узнать, что за бензопилы и соответствуют ли они своему качеству. что хочу сказать сразу по поводу шины, то шина не гнется. Собираем дальше. 16 дюймов, 16. 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 Разбираемся немного, немного разбираемся. Жесть какая тут маленькая шина, маленькие звенья на цепи. Я, честно сказать, кстати, кстати, цепи тоже их производство, потому что здесь вот аббревиатура стоит на звеньях Хольц-Ф, значится Хольц-Форма. Оригинальная шина, оригинальная цепь и оригинальная пила. Ну, я, конечно же, говорю, что сделано в Китае, поэтому и оригинальная. А я знаю, сейчас многие скажут, что типа, да, вот китайские пилы, тыры-пыры, дешевле, но как они будут себя показывать на самом деле в лесу и при работе, ну, как они себя будут показывать в работе, я, честно сказать, ребята, сам еще не знаю, потому что я их вижу вообще впервые, я никогда о них раньше не слышал, до того момента, покуда со мной не связалась данная организация, поэтому будем, будем вместе разбираться и будем смотреть. Мне самому очень-очень интересно, что вообще это за пилы и как они себя будут вести. Сейчас начнутся писать комментарии, что типа, да один хер, это китайская бензопила, лучше оригинал. Ну, давайте начнем с того, что даже сейчас оригинальные бензопилы Штиль в Германии не производятся, производятся только профессиональные 361-е, по-моему, еще до сих пор производятся, а остальные, которые поменьше мощности, бытовые, полупрофессиональные, они тоже все производятся в Китае на заводе. Поэтому, что там Китай, что здесь Китай, разница то в чем? Разницы, по-моему, никакой нету. Или там Китай, или здесь Китай, запчасти один-один, один в один подходят, но стоят в два-три раза дешевле, и поэтому будет ли смысл переплачивать за это все деньги, я, конечно, не знаю, хочется посмотреть именно по качеству, какие они, данные бензопилы Хольцформа. Поэтому будем разбираться. ну и хочу сразу сказать, так как это так как это китайские бензопилы, да даже и оригинальные, то их после покупки конечно же лучше все эти вот винты, соединительные элементы лучше пережать заново, потому что, блин, ну это сборка на заводе и может быть где-то что-то недожатое и дабы не было потом в будущем никаких проблем, то наверное лучше будет самому аккуратненько, не сильно все это дело пережать, вот я уже один дожимаю болт второй тоже дожимаю, потому что он не полностью зажат, да, наверное стоит пережать все, вот, да, все соединительные элементы, все эти вот болтики, здесь зажато, здесь зажато, здесь зажато, но осталась крышка стартера у нас еще, о, ручка тормоза не зажата, стартер один зажат, болт, зажато, зажато, вот так вот выглядит данная бензопила уже в собранном виде, упор тоже поставлен на место, цепка натянута, но даю 100%, что после того, как она заведется, поработает немного, то цепь, как и всегда, нужно будет потянуть, это не в зависимости от того, что она китайская, это проблема всех цепей, они с самого начала будут немного тянуться, так, снимаем вот эту вот бумажку, итак, друзья, что я хочу сказать о самой бензопиле, это полный аналог 250 штиля, как заявляет завод-изготовитель, все запчасти, все комплектующие один в один подходят от оригинальной бензопилы G200, поговорю G250, от бензопилы Stihl MS250, точно такой же фильтр, в данном случае он фетровый, но можно поставить и нейлоновый, бензопилы выполнены идентично, все крышки, все, блин, составляющие элементы, ну а сейчас немного поговорим о характеристиках данной бензопилы, эта бензопила мощностью 2,2 киловатта, впрочем, как и оригинальный Stihl 250, объем цилиндра здесь 45,4 сантиметра кубических, для кого подойдет данная бензопила, эта бензопила не предназначена для профессиональной валки леса, для профессиональной работы в лесу, как лесозакотовителя, как вальщика леса, это бытовая пила, она отлично подойдет на дачу, домой, для резки дров, для резки, ну, для небольшой заготовки дров, но если вы ее будете ежедневно использовать на производстве, она, конечно же, не выдержит не только эта бензопила, но также не выдержит Stihl MS-250, потому что они не предназначены для производства, это бытовые пилы, и давайте смотреть правде в глаза, а то многие покупают 180-е даже штили, покупают китайские бензопилы, и прямиком мчатся в лес, начинают заниматься валкой деревьев на профессиональном уровне, именно, ну, я имею ввиду профессиональный уровень, я имею ввиду ежедневную работу в лесу, и поэтому данные бензопилы, они для этого не предназначены, для валки леса предназначены вон те профессиональные бензопилы, мы к ним вернемся в следующем видео, и немного расскажу, а эти именно для дома, для каких-то строительных работ, там, отрезать что-нибудь, там, стропильник на крыше поставить, она с этим справится, но профессионально валить деревья вы с ней не сможете, потому что данная бензопила для этого не предназначена, хочу еще сказать, данные бензопилы есть в двух исполнениях, потому что вот сколько обзоров я не пересматривал, везде были обзоры с синими бензопилами, и я почему-то тоже думал, что мне придет синяя бензопила, что мне выслали бензопилы синего цвета, но увы, ну как увы, по-моему оранжевый цвет, ну, к бензопилам более так естественно смотрится, если хотите узнать, почему все бензопилы именно в таких вот цветах исполняются в основном, даже профессионально, что штиль, что кускварно, то я могу сделать отдельное видео и рассказать по поводу вот этих вот цветов, почему именно они выбраны, немного вот так вот распаковку я вам показал, немного рассказал о самой бензопиле, а тестировать мы, конечно же, будем их уже в реальных условиях, мы их будем заводить, мы ими будем работать и посмотрим, каковы они по качеству, потому что, как говорит компания-изготовитель, ничем не уступают оригинальным бензопилам, поэтому мы будем с ними, с этим разбираться и не забывайте подписываться на канал, потому что я вам гарантирую, что таких обзоров и таких тестов вы еще ни у кого не видели, поэтому до следующего видео, а я пошел распаковывать следующую бензопилу. бензопилу. Бензопилу.